Начинаем тогда. Сегодня у нас 28 мая 2020 года, и вновь мы поднимаем такую же утрепещущую тему, как чистка лица. У нас есть уже и на нашем канале, где есть много образовательного контента в YouTube, есть эти видео, выложены, даже есть видеопроцедуры, как элементы чистки, ультразвуковой пилинг можно посмотреть, допустим. Особенно это интересно для начинающих косметологов, естественно, все, кто уже работает давно, ультразвуковой пилинг уж точно знают, как делаться правильно. Но до сих пор, к сожалению, наши пациенты, потенциальные и существующие, боятся страшного слова чистка, потому что в памяти живо еще действие, напоминающее экзекуцию и пытку, которое практиковалось еще в советское время, когда после чистки пациент выходил весь в пятнах, в каких-то следах вот этих вот жестких таких воздействий. И кроме перекиси в арсенале косметологов и какой-нибудь цинковой болтушки из аптеки практически ничего не было. И вот в те времена чистка проводилась зачастую достаточно жестко. Более того, не было средств нормальных для холодного распаривания, пользовались распариванием паром, что очень нехорошо для пациентов с куперозом. Да и вообще не очень желательно для всех. Поэтому сейчас мы, учитывая технологический прогресс и в нашей отрасли в том числе, мы имеем возможность сделать чистку так, чтобы следов не осталось. Даже если это обычная мануальная чистка, то есть я не беру в расчет травматичную чистку. У нас есть отдельный вебинар на эту тему, кстати, тоже выложен в YouTube в открытом доступе. Поэтому сегодня мы рассмотрим вариант, когда мы, в общем, чистим по старинке, используя руки и подручные инструменты. Значит, какие варианты вообще чисток можно рассмотреть в комплексе? Да, вот Виктория пишет, на некоторых курсах до сих пор распаривание паром. Но смотрите, распаривание паром, конечно, если купероз есть или склонность какая-то, или даже просто уже там возраст приближается к 30 годам, а все-таки где-то после 25 очень часто бывает уже начальные элементы купероза, например, на крыльях носа сосудики лопаются, даже у тех, у кого нет выраженного купероза, то, конечно, это нежелательно. Единственный вариант, когда тепло можно использовать, это когда у вас молодой совершенно пациент, подросток или очень молоденький пациент, и очень тугие поры. Я об этом хотела сказать, как раз у меня здесь вот внизу нашего слайда нынешнего, вот это вот мягкое тепло имеется в виду, но лучше, конечно, использовать не вапоризатор или пар, как вот раньше сажали над кастрюлей, условно говоря, а использовать теплое подогретое полотенце, которое кладется поверх маски полиэтиленовой, под которую нанесено средство для холодного распарения, вот это тепло, или там, допустим, энзимной маски, и вот это тепло еще дополнительно создает эффект, который помогает расширить спором. Вот, но, естественно, если есть расширенные сосуды, то тепло лучше не использовать, обойтись без него. Так вот, какие варианты чисток, да, можно рассмотреть? Это аппаратная чистка, к которым относятся ультразвуковой пилинг и гальваническая дезинкрустация. Я специально не включила сюда вакуумную чистку, потому что, ну, это настолько уже вчерашний день, что я не считаю нужным, ну, это мое личное мнение, ее упоминать, потому что, может быть, для кого-то это является основой в кабинете, да, я не знаю, как говорится, но я не считаю, например, нужным использовать вакуум для, собственно, очищения глубокого кожи, тем более, что вакуум, он по-любому будет, опять-таки, у людей, склонных к хрупкости сосудов, будет их повреждать. А у людей с дряблой кожей, у взрослых пациентов, он будет еще дополнительно растягивать кожу, то есть у него, от него вреда больше, чем польза. Поэтому, если мы хорошо распарили, мы можем руками убрать все, что можно, да, и для этого никакие дополнительные нам воздействия, вытягивающие якобы что-то из пор не нужны. Вот, ультразвуковой пилинг и гальваническая энзинкрустация, они имеют право на существование, у них немножечко разные задачи. У ультразвукового пилинга больше задачи поверхностной, как бы отшелушивающий эффект. Вот, ультразвуковой пилинг при помощи волны ультразвуковой. Я уже много-много же оскомину набила про вот эту вот лопатку, хотя до сих пор некоторые переворачивают ее и говорят, что можно так сделать фонофорез. Вот, но мы-то с вами все давние друзья не знаем, что, конечно же, этого делать нельзя, потому что ультразвуковой пилинг, там ультразвук располагается совершенно, идет в совершенно другом направлении. И поэтому, не, про гидрофэшел я вам скажу. Это не вакуум, это как раз воздействие, там стоит компрессор, но там идет вот эта дистиллированная вода или какой-нибудь дезинкрустирующий лосьон, он как бы на кожу давит, да, то есть там лимфодренаж им можно сделать, например, и так далее. То есть он ничего не вытягивает из кожи, то есть вы как бы выбиваете разрыхленный эпидермис просто большим напором, как из керхера, вот этой вот жидкости, да, или дистиллированной воды, или как он дезинкрустанта жидкого. Вот, вот что такое гидрофэшел, да, и также можно спреем, да, это как джетпил. Вот, дермообразие это другое дело, это пилинг, это к чисткам не имеет вообще никакого отношения, Ольга, это шлифовка, и это уже совсем другая, причем повреждающая процедура. А чистка – это всегда избавление от гиперкератоза, то есть самого-самого поверхностного рогового слоя эпидермиса, избытка мертвых кератинов, кератиноцитов на нем, да, то есть нам весь роговой слой не надо удалять, потому что, опять-таки, это не пилинг, вот, глубокий. Нам нужно просто убрать вот эти вот мертвые кератиноциты, которые мешают и газообмену, и проникновению активных веществ в кожу, да, и защитную функцию нарушают, собственно, гидролепидный барьер, делают более проницаемым, как бы не то, что проницаемым. Когда избыток идет кератиноцитов, во-первых, обновляется эпидермис хуже, да, потому что каждый улетевший с поверхности кожи мертвый кератиноцит, я всегда так говорю, это сигнал для, на базальную мембрану эпидермиса, чтобы там родился новый молодой, вот, и, соответственно, структура самого гидролепидного барьера, то есть и натуральный увлажняющий фактор, и сами липиды, керамиды, да, эпидермиса, они напрямую, их качество, да, зависит, ну, и, соответственно, барьерная функция зависит от того, насколько роговой слой в норме, да, он не должен быть слишком толстый, не должен быть слишком тонкий. Поэтому, так как с возрастом, например, отшелушивающая функция своя, да, естественно, нарушается, замедляется, вообще все, все замедляется, да, обновление кожи замедляется, заживление замедляется поэтому же, то, в общем, регулярное очищение глубокое, оно нужно, особенно, ну, уже там, 30+, скажем так. И, соответственно, кроме этого, это, конечно, эстетический эффект, да, когда мы кожу делаем, ну, за один раз, гладкой, такой, блестящей, со здоровым сиянием. Вот, а все-таки драмообразие и все остальное, лазерная шлифовка, это уже совсем другой такой, как бы, там, другой отдел, и это к, в общем-то, чисткам, избавлению от гиперкератоза и от избытка, там, кожного сала, закупоренной поры, да, и так далее. От этого, как говорится, от каких-то воспалительных элементов, которые можно убрать, это к этому не относится. Это как раз воспалительные элементы или комедоны, там, они могут являться противопоказанием, например, для проведения шлифовки. Так вот, вернемся, как говорится, к нашей информации. Ультразвуковой пилинг, понятно, это избавление в основном от гиперкератоза. Да, хорошо разрыхленный гиперкератоз, правильно, что вы задали этот вопрос, потому что, как бы, ну, специалисты в основном знают, да, но наш вебинар могут слушать и не специалисты. Вот, и вот эти медицинские термины иногда сложно им интерпретировать. Гиперкератоз – это от слова кератиноцита, кератоз, то есть образование кератиноцитов повышенное, то есть это повышенное роговение эпидермиса, когда на самом-самом последнем верхнем слое защитного эпидермиса, роговом, вот эти мертвые клеточки находятся в избыточном количестве. Ну, соответственно, например, когда кожа шелушится, да, или грубая такая, да, это вот проявление гиперкератоза. Собственно, ультразвуковой пилинг, он помогает от этого избавиться. Ну, и не только от гиперкератоза, а вообще просто от какого-то небольшого даже количества частиц вот этих вот роговевших. Понятно, да, ответила я на ваш вопрос, Антонина? Вот, то есть когда у нас много-много вот самых омертвевших клеточек на поверхности кожи, и они не могут сами оттуда убраться, потому что они таким клейким веществом сдерживаются и, в общем, в норме, да, когда субьные сиборегуляция нормальная, избытка кожного сала нет. То есть они легко, как говорится, обновляется эпидермис. А если по каким-то причинам это замедляется, да, то они накапливаются, наслаиваются, ну, вот как на пятке, да, там, то есть сделали педикюр, все хорошо, да, потом опять нарастает, нарастает. Вот это, наверное, самый такой яркий пример гиперкератозы. А ультразвуковую чистку можно делать раз в неделю при желании, да, но вообще по факту, когда за кожей ухаживают, чередуют все-таки ультразвуковое воздействие, например, с мягкими пилингами поверхностными, энзимными, например, энзимная пиктивная маска, но об этом мы позже еще будем говорить. Вот, и, соответственно, вообще такая чистка прям вот капитальная, которую мы сегодня будем разбирать, она требуется, как правило, ну, раз в месяц. Вот, а все остальное время пациент даже дома сам может достаточно хорошо ухаживать за кожей, то есть регулярно ее глубоко очищать, не просто умываться, да, а, допустим, один-два раза в неделю делать себе легкие поверхности энзимные на ферментах. Энзимы – это ферменты, там, папаин, бромелоин, субтилезин и так далее. Вот, и, собственно, вот такой легкий пилинг себе делать дома, да, вечером, например, там, два раза в неделю, и у него кожа не будет требовать вот таких вот интенсивных, каких-то агрессивных, может быть, воздействий. То есть, возможно, у него отпадет вообще потребность в каких-то вот таких глубоких чистках. Но все это индивидуально, конечно, все зависит и от склонности к этому же самому гиперкератозу, повышенному роговению, и к тому, если склонность, например, к закупориванию пор, на образованию комедонов, воспалений. То есть, жирная комбинированная кожа, она чаще требует все-таки, например, чистки, а человек с сухой кожей, ну, и сухоженный, сухой, не обезвоженный, не там тоже, не шелушащийся, он и без воспалений, он может вообще погоду не ходить на чистку, как вариант. Вот, значит, ультразвуковый пилинг, понятно. В основном убирается с поверхности эпидермиса роговые чешуйки и частично что-то разрыхленное уже прямо на поверхности, то, что вот эти крышечки скомедонов, бывает, да, хорошо ультразвуком тоже выбиваются. А гальваническая дезинкрустация – это воздействие током электрическим, постоянным, то есть гальваническим током в комбинации с щелочными средами. То есть мы наносим на кожу распаривающий гель, и этот гель имеет щелочной ПАЖ. И когда мы проводим уже, то есть гель дезинкрустации наш, и когда мы проводим гальваническую дезинкрустацию при помощи постоянного тока, то она проводится в два этапа. Но об этом есть просто подробные вебинары, поэтому я не буду так прямо уж останавливаться на этом, хотя мы потом подробнее немножечко поговорим об этом, именно про эти этапы. Все еще проговорю. И когда мы проводим первый этап, у нас идет воздействие стрицательного электрода и триглицериды кожного сала, вообще кожное сало, вступает в реакцию со щелочью, и образуется у нас жидкое мыло, которое можно потом смыть. При этом происходит и протеолиз белка. То есть вот эти мертвые кертиноциты, они как бы разжижаются опять-таки, вот это клейкое вещество между ними, они распадаются и тоже убираются. То есть кожа тоже становится гладкой. Но гальваническая дезинкрустация используется реже. Во-первых, аппаратов не у всех они есть, да, гальванические, то есть ультразвук практически в любом кабинете есть. Во-вторых, у электрического тока противопоказаний больше, даже те же самые зубные импланты уже мы не можем дезинкрустацию сделать, или нам нужно изолировать их сухими турундами, это очень комфортно для пациента. Можно без этого обойтись, по-другому почистить. И гальваническая дезинкрустация, она действительно глубже в поры, когда вот эта вот реакция омоления жиров происходит, более глубокое воздействие. И, в общем, если опять-таки тугие поры, молодой пациент, вот такое вот очень-очень густое кожное сало, которое руками очень сложно убрать, или даже инструментом каким-то, ложкой луны, то же самое. Вот, то можно, конечно, как вспомогательный этап, вначале сделать гальваническую цикрустацию. Значит, еще, как мы можем чистить, да, использовать легкий пилинг, например, энзимный, или с невысоким содержанием АХ-кислот, или и то, и другое в комбинации, как в нашей энзимной пектиновой маске. Там есть и фермент папаин, и есть 5-процентная молочная кислота. Она, конечно, в такой концентрации не кератолитик, а больше увлажнитель, но вместе они очень хорошо взрыхляют, работают, и вот этот как раз энзимный пилинг, наша энзимная маска пектиновая, ее как раз любят использовать и в регулярном уходе для домашнего использования, потому что с ней очень легко обращаться. Ее можно просто нанести, по ней можно массаж влажными руками сделать, и она будет работать. Ее можно под пленку нанести, если нужно прямо очень сильно разрыхлить. И, соответственно, потом взяли вот такую салфеточку, намочили хорошенечко, вот тоже за счет трения салфеточкой, дополнили эффект отшелушивающей, и смыли, и, в общем, кожа гладкая. То есть это как раз для регулярного ухода очень хорошо. Дальше есть вариант отшелушивания скрабирования. По поводу скрабирования у меня такое двоякое немножко мнение. Честно скажу, обладателем являясь комбинированной кожей, склонной к воспалениям, хотя у меня уже возрастная, конечно, далеко, но она была в молодости еще более жирная. И я как бы скрабирование использую даже сейчас иногда, когда вот сапожник без сапог, запустишь в себя какое-то время. Вот иногда можно чуть-чуть, но я очень боюсь это советовать даже пациентам зачастую, потому что, как говорится, интенсивность, насколько человек будет стараться, вот это предположить и спрогнозировать очень сложно, потому что у нас иногда любят лучше больше или сильнее или больнее, значит эффект будет лучше. Это совсем не так в части скрабирования лица. Во-первых, для лица мы можем использовать только очень хорошо отшлифованный абразив, или который растворяется прямо на лице микрогрануле воска, жжоба или микросфера полиэтилена, но полиэтилен, он, к сожалению, портит очень окружающую среду, всякие коралловые рифы, рыбки страдают от того, что это потом смывается в море и в океан. Поэтому здесь еще такой момент этический существует. Но они гладкие, они действительно не сильно повреждают кожу. И есть еще вариант хорошо отшлифованных натуральных частиц, например, пемза, как в нашем, где-то тут стоял, в скрабе для тела. И, кстати, вот этот скраб я дома сейчас периодически, иногда, может, раз в месяц использую после энзимной маски, чтобы прямо дошлифовать, особенно те места в Т-зоне, где действительно склонность к закупорению упор. Потому что здесь очень много абразива, он очень-очень гладкий, очень мелкий, то есть это, в общем, хоть он и позиционируется для тела, но если не очень сильно скрабировать, то при жирной, плотной коже лица его запросто можно рекомендовать. Собственно, мы очень многие это делаем. Но пациентам я опасаюсь скрабы рекомендовать, потому что как он там будет себе дома наяривать, не знаю. Значит, поэтому скрабирование, да, допускается, если прямо очень выраженный гиперкератоз, много плотный, толстый эпидермис, вот который прямо хочется пошлифовать. Что касается мануальной чистки классическим способом. Мануальная чистка у нас осуществляется, как и всегда она осуществлялась, руками и ложкой уна. Ложка уна у нас представляет собой вот такую вещь. Вот такую вещь. Вот. И, собственно, я, например, использую тоже лайфхак, поделюсь своими лайфхаками, да. То есть я использую только вот эту сторону. Например, некоторые любят петелькой чистить. Вот. Но вот эта вот сторона, по мне, так очень более щадяще воздействует, да. И как бы удобнее. Ей можно и комедон удалить, и пустулезный элемент удалить, и можно счистить кожное сало. Значит, что у нас, какой лайфхак, да. Когда вы покупаете ложку уна, вот, то вы, собственно, как правило, имеете, ну, заготовку. Потому что любая, даже самая такая, как бы, ложка уна качественная, она вряд ли будет иметь гладкую поверхность. И, соответственно, надо ее доработать. То есть взять самый-самый мелкий абразив шкурочки, да. И, ну, я, на самом деле, отдавала специалисту, мне все мои ложки уна доработали, дошлифовали, чтобы она была гладкой, чтобы она не царапала кожу. То есть это берется там тысячный или даже больше мелкий абразив, да. Чем больше цифра вот эта, тем мельче абразив. И аккуратно шлифуется вот эта вся поверхность, которой вы будете касаться кожи. Вот. Второй еще важный момент, когда вы используете какие-то... Ну, на самом деле, я, как бы, нет таких специальных специалистов, да. Я отдала своему мужу, который мне это все сделал. Вот. Он работает в автобизнесе. Вот. И, собственно, всякие инструменты не есть. Но это просто очень-очень мелкий абразив, которые используются, допустим, при покраске чего-либо, да. Вот. Поэтому, собственно, вы это можете, наверное, сделать и сами, но я вот не рискнула даже сама, чтобы там что-нибудь задиры какие-нибудь не сделать. Я отдала человеку, который вот так хорошо разбирается. Вот. И, соответственно, очень важно еще, да, помимо того, чтобы она была качественная, да, не просто купили в магазине, и она там ничего не выдавит или кожу всю расцарапает, и чтобы она была еще и стерильная, потому что в пакетиках специальных, да, в крафт-пакетах вы должны эту ложку обязательно стерилизовать. Для этого существует всего лишь два варианта. Это автоклав, то есть стерилизация пара в течение двух часов, либо сухожар при 180 градусах в 60 минут. Тогда погибают опасные микробы, такие как, например, вирусы гепатита трансмиссивные, да, то есть гепатит В, С и дельта опасные. Вот. Ну и, соответственно, да, самое главное, что да, что споры тоже, потому что, например, если холодная дезинфекция, да, то есть в каком-то растворе замачат, то эти споры остаются более того. Они могут при определенной температуре, да, воздуха, ну, скажем так, даже при холодной температуре зимой. Они могут до нескольких месяцев сохраняться, вот, и потом вызвать заболевание. Поэтому наша задача, чтобы у нас максимум всего, что мы используем, было одноразовым. Все, что можно, все должно быть одноразовым. А, соответственно, вот про ультразвуковой аппарат я сейчас скажу. Вот. Это то, что касается именно контакта с биологическими жидкостями, то есть, возможно, с кровью, там, с чем-то, да, с сукровицей. Вот. То, что ультразвуковой аппарат, он не касается этого ничего, его просто дезинфицируют специальными растворами, которые используются при дезинфекции ультразвуковых датчиков, когда вам делают УЗИ и так далее, да. А вот то, что касается кожи и может ее повредить, расторапать, то, что для этого предназначено, да, для этого как раз используется именно горячая стерилизация, то есть не дезинфекция, а стерилизация. Вот. И, собственно, это только или сухой жар, или это пар. Вот. Автоклав или сухожар. Вот. Я свои сухожарю, как бы, инструменты. Ну, на самом деле, из инструментов я использую только ложку унок, когда чистки, да, нужно сделать иглу видали, я уже не использую давно, потому что я вместо этого использую мезотерапевтические иголочки. Вот. Значит, что касается дезинфекции ультразвукового датчика, да, то, что задала вопрос Антонина, любые средства, которые предназначены для обработки медицинских приборов, да, всяких, то есть там в составе должен быть или изопропиловый спирт, или там комплекс всяких ингредиентов, да, то есть какие-то компоненты. И, ну, вот я, например, свой взяла, потому что там очень мелко написано, полный состав не прочту, Алмадес, да, можно использовать хлоргексидин, но спиртовой, то есть где там 95% спирта, да, то есть и всего лишь 5% хлоргексидина. Вот. То есть тот хлоргексидин вот этот вот, который в аптеке продается для обработки кожи и слизистых, для обработки датчиков не подходит, он ничего не продезинфицирует там. Вот. Это именно для обработки кожи. Соответственно, микродес, алмадес, авансеп, любые вот те, которые вот по Сенпинам проходят для обработки, например, тех же самых датчиков ультразвуковых, аппаратов всяких физиотерапевтических для фонфореза и так далее. Вот. То есть вот эти все можно использовать. Я, как правило, даже не, так как УЗИ-скраббер не замочишь, да, как датчик от ультразвукового аппарата, да, там есть рисочка, можно в Сайдекс положить, да, и он там лежит какое-то время. Вот. А здесь просто вы на какую-нибудь тряпочку, да, или на ватный диск наносите, хорошо обильно этот дезинфектор, обматываете лопаточку, к сожалению, под рукой ее нет, вот, обматываете ее и оставляете какое-то время. Потом еще раз протираете таким же антисептиком, и она у вас готова уже для следующего пациента. Вот. Значит, по поводу мануальной чистки классическим способом, да, то есть мы это сейчас обсудим, но самое главное, что не нужно стараться удалить все. То есть не нужно стараться удалить абсолютно все, все, как говорится, эти элементы, которые вы видите, да, то есть если вы видите, например, воспалительные элементы, то папулы мы такие подкожные красные прыщи не трогаем вообще, а, соответственно, пустулы, если их несколько штучек всего, мы можем как раз ложкой уна удалить, и для этого мы ложку уна всегда, естественно, дезинфицируем, вот как раз хлороксидином, или, например, вот мне очень нравится, вот такой тоже бесспиртовой актенесепт, мы располагаем, вот, допустим, у нас здесь прыщ, да, мы располагаем эту ложечку прямо по центру этого прыща, этого воспалительного элемента, пустулезного, то есть с желтой головкой, если он созрел, да, вот, и продезинфицировали поверхность, после этого мы надавливаем легонечко этой ложкой уна, и он вот в нее прямо выходит. Вот, если он как бы недозревший, там, папула, воспаление, не нужно давить, потому что у вас вот этот весь гной, он пойдет и в другую сторону, и по лимфатическим кровеносным сосудам он будет вокруг распространяться, и, как говорится, на его похороны придут семеро, вот, поэтому недозревшие мы лечим, а дозревшие можем, в принципе, удалить. Комедон точно так же некоторые можно удалить, очень хорошо при помощи ложки уна. Если твердая головка у комедона, да, то можно взять иголочку для мезотерапии, обычную тридцатку, или там взять инсулиновую иголочку, и наподобие того, как мы милиумы удаляем параллельно коже, да, чуть-чуть поддеть вот эту головочку, а потом уже ложкой уны выдавить. Это бывает, у мужчин еще бывают очень часто такие, прямо они серо-черные, закупоренные вот эти поры, их так просто ложкой, ну, сильно ткани повредишь, да, если будешь давить-давить, лучше крышечку чуть-чуть поддеть стерильной иглой и выбрать себе потом, естественно, вот, и, соответственно, потом уже убрать. Вот, это что касается мануальной чистки. То есть мы не делаем экзекуцию и мясо из лица, да, мы просто убираем то, что легко убирается, и все остальное у нас просто вверх с комедонов снимается, нам нет смысла вытащить из протока сальной железы все, потому что если мы это сделаем, как говорится, святое место пусто не бывает, туда набьется грязь и так далее, да, потому что кожное сало, оно само по себе бактерицидное, поэтому лучше пусть будет там оно, просто избыток, который вверху, да, формирует комедон, вот это вот нужно убирать, да, избыток смешанного с неслущенным эпителием, да, внутри протоков сальной железы, вот это мы убираем, да, а то, что там внутри, не нужно пытаться вот выдавить всех червяков, как говорится, да, когда любят очень себе сами люди выдавливать, там вот как у них это выходит, как им это нравится, да, а потом все лицо в пятнах, а потом почему-то еще и воспаляется это все, потому что не обрабатывается правильно, да и после, вот после того, как мы убрали, да, ложку луны, например, или мы, например, берем, собственно, если комедон выдавливаем, да, мы берем салфеточки, обматываем пальцы, да, уже подготовленная кожа, и вот аккуратненько, да, вот как бы аккуратненько, вот таким вот как бы поддевающим движением вынимаем те комедоны, которые готовы выйти, да, те, которые сидят плотно, мы не пытаемся раздавить там ткани вокруг, повредить сосуды и так далее, то есть сидят они себе там и сидят, все равно наше воздействие поверхностное, да, пусть это ультразвуковой пилинг, или какой-то химический легкий, да, энзимный мы сделаем, там все равно вот эти крышечки на комедонах, вот это вот верхнее потемневшее кожное сало, мы его уберем, и в общем и целом лицо будет казаться светлее и более чистым, да, то есть не будет закупоренных пор, мы это уберем, и соответственно не нужно нам пытаться вот все-все-все выдавить, что только можно, вот, кроме того, если мы будем постоянно травмировать сосуды вокруг пор, мы спровоцируем экупироз, да, и поры могут быть более тоничные, если мы постоянно будем очень часто это воздействовать, вот, вот хочу вот это просто донести, вот, значит, какие вспомогательные еще средства можно использовать, да, можно использовать средства с салициловой кислотой, как раз для тех, у кого очень закупорены вот эти вот комедональные формы окна и так далее, вот, и, ну, они, как правило, не очень приятны, конечно, для пациента, и щипят, то есть не всегда они, конечно, комфортны, и вот то самое мягкое тепло, про которое меня вначале спросили, я уже на этот вопрос ответила, то есть в виде теплого подогретого полотенчика, можно специально подогревать, или влажное полотенце хорошо отжатое подогревать, можно в обычной, если есть в кабинете, там, где-то даже в соседнем микроволновке, да, можно в ней, и оно будет очень теплое, да, такое, или просто, если есть интенсивно горячая вода из крана, можно интенсивно горячей водой из крана его пропитать, маленькое полотенечко отжать, и положить поверх пленки вот этой вот, которая у нас закрывает лицо, на котором находятся средства для холодного распаривания, вот, что можно, собственно, сделать для того, чтобы лучше разрыхлить эпидермис, и открыть эти атоничные, наоборот, тугие поры, да, то есть, как бы, атоничные поры легко очистить, они с них все само выходит. Вот, значит, общие слова, да, я озвучила, если есть какие-то вопросы, задавайте. Сейчас немножечко, вкратце, о каждой методике, да, то есть, ультразвуковой пилинг, помним, что это низкочастотный ультразвук, никакой фэнфары с лопаткой сделать невозможно, потому что здесь у нас ультразвук располагается, направление его идет, так как генератор ультразвука стоит под 45 градусов кожи, то у нас ультразвук отскакивает от поверхности кожи, то есть, идет поперечная волна, которая и отбивает, ну, то есть, создавая вот эти брызги, эффект кавитации, разрыхленные предварительно керотиноциты. Дальше, что у нас происходит, да, у нас используется контактная среда, то есть, мы делаем сначала холодное распаривание, и по этому же средству для дезинкрустации мы чистим, как мы чистим ультразвуком, да, то есть, у нас, во-первых, мы не снимаем сразу всю пленку, да, то есть, у нас лежит оно на лице, да, и мы отодвинули пленочку с лба, почистили лоб, если нам нужно дальше продолжить чистку, мы сделали на лбу все, что хотим, то есть, мануально убрали что-то, продезинфицировали и болтушечкой прижгли какой-то пустулезный удаленный элемент, и только потом мы переходим на следующий участок, потому что если мы сразу все это сделаем, да, то у нас вот эти вот распаренные, расширенные поры, они успеют сузиться, кожа подсохнет, да, и мы уже пока до подбородка дойдем, там уже будет сложно что-то почистить, поэтому мы от пленки освобождаем лицо по зонам, вот, ну на самом деле все достаточно быстро происходит, учитывая то, что мы не пытаемся выдавить все и удалить там по 15 пустулезных элементов на каждом участке кожи, то это все будет быстро, и более того, хочу сказать, что если у пациента более 10 воспалительных элементов, не комедонов, а именно воспалительных элементов, папулу пустулезных, да, находится на лице, то мы его на чистку не берем, либо мы травматичное полностью воздействие оказываем, да, то есть энзимная маска, потом просто глиняная маска, потом успокаивающая маска, но руками мы вообще ничего не делаем, да, просто вот чтобы убрать, именно отшелушить эпидермис, поверхность его, и помочь как бы быстрее разрешиться этим воспалительным элементом. Мы, естественно, элементы эти все дезинфицируем и так далее, но, соответственно, вижу вопрос, Юля, сейчас отвечу, вот, и когда мы производим атерматичное воздействие, да, то мы, в общем-то, вот эти вот воспалительные элементы не трогаем, вот, но это в редких случаях бывает, когда вот действительно очень грубая кожа, и плюс еще воспаление, нужно хоть что-то сделать, да, и дома научить пациента, чтобы он тоже как-то правильно за кожу ухаживал, потому что все-таки, если есть распространенные какие-то воспалительные элементы, ног, да, мы сначала должны консервативно полечить пациента, а потом уже, там, недельки через 3-4 взять его на чистку при необходимости. Значит, есть вопрос, да, от Юлии, почему начинать с олба, там кожа плотнее, роговой слой тоже может иметь смысл, он начинает с более тонких нежных участков. На самом деле нет, вы написали, потому что энзимный пилинг, но мы по энзимному пилингу не чистим, как правило, да, то есть стараемся не передерживать его, потому что у него экспозиция оптимальная 15 минут, то есть если мы кладем энзимный пилинг, да, для предварительного какого-то воздействия, то мы кладем его минут на 10, потом смываем, а потом уже просто дезинкрустирующий гель кладем, а дезинкрустирующий гель – это просто поливинилперальдон, соли калия и алоэ вера. Вот, и его, в принципе, можно держать достаточно долго, он не раздражает кожу, там нет кислоты, ничего, у него немножко щелочной паш, конечно, потому что он предназначен для гальванической чистки, но его можно держать, поэтому обычно вот чистка сама, особенно ультразвуковая, да, происходит именно по дезинкрустирующему гелю, а энзимный пилинг, он как вспомогательный этап просто проводится перед этим. Вот, энзимный пилинг действительно больше 15 минут держать не нужно, более того, когда я, например, использую его в комплексе, я кладу его на 10 минут под пленочку, потом смываю хорошенько, потом наношу дезинкрустирующий гель, тоже под пленку, под другую масочку уже беру, вот, и 5 минут, где-то там 3-5 минут еще дополнительно дезинкрустирующий гель лежит, и дальше я уже начинаю чистить. Солба, ну, мне лично просто удобно, удобно солба, потому что, ну, по-другому просто пленку невозможно снять, или надо кусочками ее выкладывать, то есть мы снимаем солба, потом снимаем с носа, вот эту зону обрабатываем, а этого времени хватит, Юль, на самом деле, там 15 минут достаточно для того, чтобы все разрыхлилось настолько, насколько это нужно, да, то есть как бы нам не нужно совсем смоцерировать кожу. Можно начинать с подбородка, почему бы и нет, да, то есть единственное, что надо начинать с какой-то одной стороны, да, то есть можно начать с подбородка и постепенно вверх эту пленку снимать, ну, мне просто удобнее с олба и вниз, да, ну, это, наверное, такие уже, кто к чему привык. На самом деле на подбородке тоже очень много бывает комедонов, которые достаточно туго там сидят, вот, поэтому, не знаю, у меня так исторически сложилось, что лоб мне почему-то чесить проще, вот, особенно, потому что на носу, возле носа и на подбородке приходится поддавить руками, а лоб, как правило, ну, реже это все на нем происходит, ну, так, может быть, просто сложилось с такими пациентами, вот, поэтому, в принципе, да, это не имеет принципиального значения, что прямо вы обязаны начинать с олба, можете с подбородка, если вам это удобно. Вот, значит, про эффекты мы с вами уже поговорили, да, то есть мы убираем избыточные орговевшие частички, и специально красным написала для возможных посетителей нашего YouTube-канала, являющих не специалистами, да, в косметологии, что он не предназначен. Сейчас очень много аппаратов в доступе, люди покупают, даже профессиональное оборудование, вот, не говоря уж о домашних всяких лопаточках, вот, но этот пилинг не предназначен для того, чтобы убирать комедоны, папулы и пустулы. Это, естественно, мы все делаем руками и специальным инструментом. Вот, соответственно, показания, ну, все, все показания, где нужно убрать гиперкератоз, когда есть склонность к комедонам, да, к образованию комедонов, когда есть какая-то киперпигментация поверхностная, да, например, после отпуска, ну, чтобы быстрее отшелушить кожу, да, чтобы быстрее цвет выровнялся, тон. Вот, ну, и для подготовки кожи, как этап, когда мы потом должны сделать какой-нибудь форез, фонфорез, там, юнофорез, так далее, или терапорацию, или лазерную терапию, для того, чтобы просто у нас как можно меньше было роговешек чешуек, которые будут мешать проникновению маломолекулярных активных форм, например, той же самой низкомолекулярной гиалуроновой кислоты из концентрата, вот, которую мы потом, допустим, захотим ввести ультразвуком. Значит, а противопоказания все те же самые, как к любой физиотерапии, вот, то есть это, ну, наличие кардиостимулятора, это онкология, беременность и тяжелые хронические заболевания, при которых вообще физиотерапевтические воздействия вне профильных ЛПУ и вне, как говорится, показаний именно по патологии, то есть в рамках косметических, да, центров, салонов медицинских, да, с косметологией, ну, запрещены. У нас противопоказаний больше, чем у просто физиотерапевта, да, то есть как физиотерапевт я могу лечить диабетику трофические язвы лазером, да, низкоэнергетическим, но взять его на лазерную биоритализацию в косметический кабинет я уже не могу, этого диабетика, потому что у него противопоказания. Соответственно, какие-то повреждения на коже, естественно, противопоказаний к ультразвуковому пилингу, микротравмы, да, или когда много-много воспалений, когда есть какие-то дерматозы, да, которые в обострении в данный момент, да, тот же сам псориаз, топический дерматит, если в зоне воздействия есть что-то, какие-то проблемы. Вот, проблемы с неврологические, то есть неврит лицо утраничного нерва, особенно, например, воздействие электрическим током, это вообще абсолютное противопоказание. ну, то есть такие все классические противопоказания, да, они в каждом вебинаре у нас разбираются по аппаратке. Вот, соответственно, гальванический ток, это когда мы постоянным током воздействуем, как, для чего это я вам уже рассказала, вот, соответственно, когда делается гальваническая дезинкрустация, ну, мы знаем, что есть у нас катод отрицательный электрод, есть анод, положительно заряженный электрод, и, соответственно, когда у нас на коже имеется какой-то солевой раствор, то есть, а все препараты, которые используются при воздействии к гальваническим током, они по сути солевые растворы, то есть они имеют свой какой-то там состав, да, и вот эти вот действующие активные вещества, они диссоциируют на ионы под воздействием электрического тока. Соответственно, чем больше отрицательных, да, может быть, в каком-то отрицательных больше, да, в каком-то положительных. Соответственно, если нам нужно допустим, гель с гиалуроновой кислотой, с низкомолекулярной, и там сама низкомолекулярная гиалуроновая кислота, она преимущественно имеет отрицательный заряд, то есть там больше ионов присутствует отрицательно заряженных в этом препарате. Соответственно, мы с минусом будем вводить отрицательные ионы, отрицательные электроды будут отталкиваться и заходить глубже в кожу, стремясь переместиться к положительному электрону. Но в дезинкрустации там немножечко другой механизм. Там нам не нужно ничего внедрить, а нам нужно создать реакцию омывания жиров, как вот мыловары варят мыло, прямо на коже непосредственно. Здесь на этом слайде просто краткая такая информация вообще о процедурах с постоянным током. То, что я сказала, обязательно вводорастворим препарат, обязательно, естественно, учитывается полярность раствора, то есть на какие ионы он будет дезинцировать преимущественно. И, соответственно, тот электрод мы используем. Так вот, мы сегодня говорим о чистках, и поэтому, что касается чистки, сейчас я прям слайд вам включу, где упоминается чистка, мы имеем щелочной раствор, щелочь в нем вступает в реакцию с триглицеридами кожного сала и известная реакция мыловаром, мы получаем мыло. Вот, кстати, да, я, кстати, об этом упоминала вначале, что турундами мы должны изолировать. Да, действительно, в принципе, можно либо из ватных дисков сделать, либо стоматологические турунды использовать. То есть там, где есть вот этот вот имплант, там можно проложить сухой какой-то материал, достаточно толстый, который не промокнет сразу слюной. Но по опыту это не очень удобно самому пациенту. Вот, начинает вот это все слюнить еще и так далее, неприятно. Но если очень-очень надо, конечно, да, просто смотрите, проблема-то в чем? Это когда ионуфорез мы делаем, да, нам иногда надо что-то ввести, да, использовать, мы это используем. Но когда мы чистим, в основном мы дольше всего проводим время вот здесь, да, ну, чаще всего, да, или подбородок, там, подбородок, чулан, там, турунду проложить легко. Но если у вас импланты в верхнюю челюсть вкрученные, да, то есть это в верхней челюсти они стоят, то они прямо вот чуть ли не под глазницу, вот этот штифт доходит. И здесь заизолировать очень сложно, а вы вот здесь будете работать электроном, да, поэтому я бы, честно говоря, если в верхней челюсти стоят импланты, я бы все-таки гальваническую дезинкрустацию не стала проводить. Вот, потому что там заизолировать нереально, сразу выскакивает этот турунду, и потом туда, ну, проложить так высоко нельзя, у вас все-таки ограничена анатомически эта область. Вот, соответственно, смотрите, что происходит при гальванической дезинкрустации, еще раз повторю, там мы воздействуем с электронами. Вот на счет коронок я, честно говоря, думаю, что тоже нет, потому что там обычно металл используется, неинертный какой-то, вот. Поэтому вообще, если какое-то железо стоит во рту, здесь уже с постоянным током надо осторожнее. Микротоки, например, да, микротоковая терапия, это отдельная вещь, да, там очень поверхностное воздействие, оно туда просто не доходит и не способно разогреть имплант. А все-таки постоянный ток, он способен разогреть имплант, в этом и опасность, собственно. Вот, то, что разогретый имплант обеспечит резорбцию кости вокруг него, и, соответственно, может этот имплант выпасть, и пациент потеряет, как говорится, имплант, который очень дорого стоит. Плюс еще, представляете, это все опять заново пройти, весь этот квест, да, по установке. Поэтому лучше не рисковать. Соответственно, значит, с отрицательного электрода сначала мы обрабатываем 7 минут по щелочному гелю и обеспечим вот эту вот реакцию омывления жиров, липидов кожного сала и частичный протеолиз белка, вот этих вот, собственно, кератиноцитов мертвых. Потом, после того, как мы обработали, опять-таки обязательно контактировать голым электродом с кожей нельзя, если мы работаем постоянным током, с щелочным раствором. Для нас есть специальный дезинкрустирующий, ну, в гельтеке есть дезинкрустирующий лосьон, то есть у него точно такой же состав, как у геля дезинкрустирующего, только он жидкий. Вот, ну, кто с вами давно работает, уже знают, это наш древний препарат. Вот, и им пропитывается масочка, да, ну, или там салфетки, как вам удобно, да, и, соответственно, уже по ней работаем электродом. И если же электрод у вас, например, в виде грибочка, то есть не катается вот такой, как на картинке, то мы просто этот электрод на ручку возьмем, например, вот так вот этой салфеточкой обматываем, резиночкой завязываем, да, пропитанной лосьоном, и мы уже можем обрабатывать кожу. Кому как удобно, у кого какой электрод. А у меня, например, электрод меняется вот этот. Можно накрутить бочонок, а можно накрутить вот эту головку грибочек. Вот. Значит, смотрите, 7 минут с отрицательного электрода, который щелочную реакцию под ним обеспечивает, плюс еще щелочной гель, получаем реакцию моленинжеров. Потом вот это все смывается с кожи, берется новая чистая салфеточка, или салфеточки отдельные, да, пропитывается просто кипяченой водой, да, или берется тоник какой-нибудь с нейтральным паш, да, и кладется на кожу, и 2 минуточки еще обрабатывается с плюса. Это нужно для того, чтобы все реакции, которые обеспечивает катод, а катод – это такой раздражающий электрод. Минус – это минус раздражающий. Вот. Катодон, как бы, может просимулировать гиперемию, расширяет сосуды, он вызывает вот этот электроосмос, разрыхление еще больше эпидермиса, да, то есть, как бы, притягивает воду туда. И кроме этого расширяются поры, соответственно, активизируются нервные окончания какие-то, да, то есть кожа немножечко раздраженная. Вот. А анод – у него противоположный эффект. Он подсушивает эпидермис, он сужает поры, а самое главное, он вот этот щелочной пааж сдвигает обратно в кислую сторону. Соответственно, мы с анода две минутки поработали по тонику или по воде, и, соответственно, все вернули на место. Вот. Вопрос Светланы. Эффективность дезинкрустации. Ну, смотрите, я говорю, что, как бы, по поводу любой аппаратной чистки, эффективность ее в плане, там, удаления каких-то воспалений или комедонов, она и вот другого метода практически нулевая, потому что без рук там не обойтись, если действительно выраженный процесс. Вот. Дезинкрустация больше нужна именно для того, чтобы внутри прямо вот этих выводных протоков сальных желез вот это кожное сало растворить. То есть, когда оно очень густое, когда очень тугие поры, когда, собственно, комедональная форма окне, да, то есть, и когда нет противопоказаний к воздействию электрического тока. Вот. На самом деле, если нормально, нормальным аппаратом сделать, то эффективность хорошая. Да, именно как раз вот этого разрыхления, то, что достаточно глубоко воздействие оказывается, да, то есть, как бы не где-то прям крышечка на поверхности растворяется и убирается, да, а все-таки достаточно глубоко вот это воздействие, а там собирается при склонности к закупориванным порам вообще вот тот самый гиперкератоз, да, он не только снаружи, да, нарастает вот этот роговой слой, а он и внутри выводных сальных протоков тоже на стенке эпителий плохо слущивается, да, и вот этот вот там субстрат накапливается, смесь вот этого неслущенного эпителия кожного сала, и вот это вот надо убирать. Вот там как раз протеолиз белка и омоление липидов очень нужно. Вот, поэтому, в принципе, эффект хороший. Ну, еще зависит от того просто, какое оборудование и, ну, насколько правильно все выполняется. Если, конечно, взять домашний какой-нибудь аппаратик, где просто написано, что это гальваника, и вот им поводить по лицу, то, конечно, эффекта не будет никакого. Значит, и почему вот это все происходит, да, почему сначала с минусом, потом с плюсом? Здесь у меня где-то табличечка была. Вот, смотрите, вот эффекты все катода, да, то, что я вам сказала, возбуждающие эффекты, да, и вот эффект анода. Поэтому мы сначала обрабатываем катодом по щелочу. Так, Юля, забыла вопрос? Так, сейчас, 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 найдем. Так, вот, наверное, нам лучше все-таки в графу вопроса. Юля, напомните, вроде я на все ответила. Сейчас, сейчас, сейчас. Нельзя именно вместе импланы. А, все, нет, вопрос что-то я пропустила. Извините. Значит, смотрите, гальванику, да, не стоит проводить вообще в области лица, если там стоят импланты, если его нельзя заизолировать. То есть, по факту это получается как? Если в нижней челюсти стоит, заизолировать легко. Или капы специальные, да, или вот эти турунды стоматологические, или из ватных дисков, или там просто вот скрутить, вот такую как бы полосочку и проложить, да, но не такую толстую, конечно. Вот, то есть, чтобы или ватные диски там пару штук вот так скрутить и проложить. То есть, за время процедуры, может быть, их нужно будет 2-3 раза поменять. Просто это не совсем комфортно для пациента. А вот когда мы наверху делаем, да, вот здесь работаем, то здесь заизолировать практически невозможно. Вы не подсунете туда никакую турунду сухую, чтобы у вас совсем заблокировался, как говорится, ток и не пошел туда в десну. И в кость, собственно, да, куда вкручивается имплант. Вот, поэтому вот я бы не стала, если в этой области стоят верхние челюсти импланты, но я вот предыдущему автору вопроса отвечала на это, да, то есть вот такой вот нюанс, да. То есть можно предпочесть какое-то другое воздействие, да, есть много вариантов, да. На одной гальваники, как говорится, свет клином не сошелся. Вот, ответила, да, Юль? Напишите, достаточно ли информации. Вот, смотрите, по поводу параметров, да, гальваника – это всегда процедура, то есть гальваническая воздействие, всегда процедура по ощущениям пациента, которая проводится. Соответственно, мы всегда должны сначала, у нас, как говорится, все нанесено, потом мы электрод прислоняем к коже, и только потом включаем аппарат, начинаем регулировать силу тока. И силу тока мы увеличиваем постепенно до ощущения таких вот мурашек или легкого покалывания. То есть у пациента не должно быть боли, жжения, каких-то вот этих вот неприятных, дискомфортных ощущений. Значит, мы превысили силу тока, это означает. Вот, и, соответственно, в процессе процедуры у него могут ощущения снизиться, да, какие-то вот эти вот покалывания. Тогда можно чуть прибавить, потому что кожа привыкает к этому воздействию, да, можно чуть-чуть в процессе процедуры прибавить. У всех разная чувствительность, да, у всех разный порог. И поэтому где-то от полутора до двух с половиной, ну, трех максимум миллиампер – это средняя, такая чувствительность среднестатистического человека на коже лица, да, тело там больше удерживает в комфортном режиме. Вот, и, соответственно, мы… Нет, смотрите, металлический вкус во рту, опять-таки, очень хороший вопрос. Как бы металлический вкус во рту – это закономерное явление, которое происходит при галиванической дзокрустации. Даже если вы коснетесь пациента, и только, ну, к вам пойдет, дословно говоря, у вас появится этот металлический привкус. Это происходит от того, что у вас препараты, которые выводите, и вообще, и слюна там, там очень много воды, да, а вода – это H2O, да, она диссоциирует тоже под воздействием металлического тока на ионы. Ион водорода, ион гидроксония H-, да, и вот этот вот H+, он имеет как раз и дает вот этот металлический привкус во рту, а вовсе не металл, который там может быть во рту, там импланты и так далее, да, потому что металлический привкус во рту, он возникает у всех при воздействии к галиваническим токам. Кстати, это такая хитрость тоже. Иногда продают, ну, нечистые на руку продавцы вам аппарат для электропорации, где используется переменный ток, и нет диссоциации ионов, и говорят, что эта электропорация, она стоит дороже, да, а продают вам обычную гальванику, да, тоже с двумя электродами. И когда у вас появляется металлический привкус во рту при воздействии к аппаратам, тут вы понимаете, что вас обманули. Вот, и как бы вовсе не электропорацию вам продали, а обычную гальванику, которая сделалась гораздо проще, и стоят эти аппараты очень дешево. Например, вот у НПЛЦ-техники, да, это, наверное, их самый дешевый аппарат, он стоил еще, я правда не знаю, может сейчас у них цены поднялись, меньше 10 тысяч, то есть там 8-900, что ли, очень долгое время, может быть, он и сейчас так стоит. Гальвафор, да, но, к сожалению, гальвафор можно только для гальванического воздействия использовать, он уже для микротоков фактически не подходит, там уже нужно другой физиомалт, а он уже немножко дороже. Вот, но вот гальваника, это очень недорого в производстве стоит. Поэтому, если вам предлагают гальванику вместо электропорации, не дайте себя обмануть. Значит, по поводу гальваники понятно, да, то есть используется сначала электрод отрицательно заряженный, с щелочным раствором, с щелочным гелем, да, по которому мы сделали холодно-гидрированную, а потом делаем процедуру. И дальше мы должны восстановить ПАЖ, подсушить эпидермис, и делаем мы, соответственно, это положительным электродом, просто по обычной воде или тонику. Вот, мануальную чистку можно вставить, опять-таки, между этими двумя воздействиями, а можно сделать гальваническую чистку, да, и потом уже что-то дочистить, если немножечко нужно, да, уже потом руками. Вот. Чаще всего гальваническая дезинкрустация, она идет в составе атравматичных чисток, да, то есть меньше, реже комбинируется с мануальной, чем, вот, например, та же самая ультразвуковая. Вот. Так, противопоказания те же самые, фактически, как и для любой другой процедуры физиотерапевтической, в косметологии, но здесь еще добавляются как раз вот эти импланты. То есть всякие, естественно, золотые нити, это полное противопоказание, ну, сейчас практически ни у кого их уже не найдешь, слава богу. Вот. Но, в общем, любые какие-то металлоконструкции, могут быть протезы суставов височной, нижнечелюстных, да, какие-то, ну, вот, после аварии бывает там лицо, да, пострадали суставы, да, там могут быть какие-то эндопротезы, да, что-нибудь такое, да, какие-то скобки там, ну, ну, понятно, да, то есть если есть какой-то металл в лице, да, то мы туда постоянным током не лезем. Значит, дальше у нас, так, а ультразвук можно между дезинфрацией и гальваникой? Нет, ультразвук вместе с гальванической дезинфрацией вместе не сочетается, да, потому что это две физиопроцедуры с использованием разных физических факторов, направленных на одну и ту же зону, да, а это по законам классической физиотерапии не принято. Делать будет слишком, ну, большая нагрузка на одну зону физическим факторам, да, мы все равно любую физиотерапию делаем с целью, чтобы, ну, какую-то вызвать реакцию адаптации организма, да, или что-то такое, да, осуществить, но не вызвать срыв адаптации, да, то есть нам не нужно перегрузить кожу физическими факторами, да, воздействием какими-то, с развуком, током, потом еще термо какое-нибудь воздействие будет слишком много для одного лица. Вот, поэтому либо то, либо другое. Значит, мануальная чистка, да, которая у нас в комплексе используется, да, причем нам не обязательно же комбинировать чистку комплексную с аппаратной, да, мы можем просто хорошо разрыхлить по энзимной маске, вот, и, соответственно, вот это все делать, да, потом почистить мануально. Единственное, что надо, как вот правильно был задан чуть ранее вопрос, да, чтобы не передержать, да, то есть если мы чистим, мы должны понимать, что мы достаточно быстро почистим, либо тогда мы энзимную маску смываем, да, там через 10 минут кладем гель цинкрустации, по которому можно там хоть час возиться, да, и, ну так, я уже утрирую, конечно, вот, и по нему уже будем постепенно освобождать лицо и чистить мануально. Вот, значит, что у нас нужно для мануальной чистки? Нам нужно то, что как раз я уже говорила, да, и нюансы мы обсудили, ложка уна, стерильная, вскрытая перед лицом пациента, показать ему, что все отстерилизовано, что если у вас есть в клинике автоклав, там автоклавируете централизованно, то у вас должен определенного цвета быть вот этот вот на пакете кружочек, да, или кто там, геометрическая фигура, да, если у вас сухожар, да, воздухом вы горячим, да, то он должен покоричневеть, ну, на некоторых этот индикатор в другой там цвет меняется, то есть зависит от того, пакеты какие, да, вот, но по-любому пациент должен, число обязательно должен быть подписано, да, когда его отстерилизовали, потому что, как правило, в течение месяца можно хранить вот эти вот отстерилизованные, потом надо заново отсиделать, инструменты. Соответственно, ложка уна, тканевые салфеточки, ну, такие любые, да, для того, чтобы поработать руками, вам нужна перекись водорода, но отнюдь не для протирания лица, а для того, чтобы налить ее в одноразовый стаканчик, и в нем, после того, как вы, допустим, поводили ложкой уна кожный сал, да, я вот еще люблю как раз вот эту часть использовать, чтобы вот так вот аккуратненько просто выдавливать, и прямо сюда накапливается кожный сал. Вот эти места очень удобно обрабатывать, можно лоб обрабатывать. То есть, и вот вы, допустим, обработали, и вы потом в стаканчике с перекисью ее болтаете, очищаете, и она заодно дезинфицируется немножко, да, и переходите там к какой-то другой участке. То есть перекись нужна в кабинете во время чистки только для того, чтобы обработать ложку уна. Вот, а вот саму, допустим, какой-то удалили там милиум, удалили, ну, какой-то воспаленный комедон, да, пусулезный элемент удалили, да, то есть у вас нарушилась, да, целостность кожи, да, потому что иногда бывает даже глубоко сияющий комедон, удалишь, и может появиться капелька крови. Вот тогда нам нужны антисептики. Я предпочитаю, ну, или более дешевый, простой вариант хлоргексидин, или актонисепт, которым мы можем взять на ватный диск, прижать вот это место, где мы его удалили, да, продезинфицировать его, и, соответственно, потом мы уже наносим болтушечку. У меня тут, я ее, наверное, не принесла, ну, я часто упоминаю, тут даже я написала на слайде, какую я люблю использовать, биодерм с инком камфора и джижевская, я считаю, одна из лучших, учитывая то, что у нее 24 месяца срок хранения после открытия, то вот эта бутылка, она очень долго может храниться, во-первых, во-вторых, она на спирту, естественно, вот, и можно, в принципе, аналог аптечный циндол или какие-то еще варианты, да, использовать, но она, вот это именно спиртовая как раз вещь, и она на ватную палочку, аккуратненько, вот здесь у меня пациентки уже удалены, пустыла в этих местах, да, и болтушечка уже нанесена, вот, соответственно, мы вот эту вот, вот эту подсушечку, болтушку кладем туда, то есть где мы удалили, где мы повредили кожу. Соответственно, дальше нам может понадобиться какой-то, может быть, даже антибактериальный препарат такой с бактерицидным действием, это, там, может быть, зеркалин или баниоцин, то есть, но при условии том, что еще какое-то время дома пациент вот эти вот места, да, с пустулами удаленными, да, будет его использовать, да, то есть это, в принципе, опционально и не всегда нужно, потому что все-таки антибиотик, да, если пациент начнет там постоянно им мазаться, да, это тоже не очень хорошо, он себе всю микрофлору там изничтожит на лице, вот. Соответственно, здесь больше он как спиртовой антисептик, наверное, вот я его упоминаю, да, то есть чтобы именно прижечь вот эти места, то есть он, допустим, может еще поприжигать пока там несколько дней, да, и больше не используется. Я против, используя всякие зенеритов с эритромицидами, да, тот же самый клиндомицин, зеркалин для протирания лица, там вообще, потому что для этого лучше использовать все-таки антисептики и какие-то другие препараты, да, с азолаиновой кислотой, там, серы и так далее, которые используются для отчаяния акне. Более того, я могу вам сказать, что не то, что он там может вызвать грамма отрицательный фолликулит, он, конечно, может вызвать активизацию микрофлоры патогены, убив всю нормальную, как любой антибиотик. Важнее даже то, что сейчас практически, если взять на анализ, да, содержимое там пустулы, оно, скорее всего, будет нечувствительная флора к клиндомицину, потому что очень, как говорится, я не знаю, почему это все так произошло, может из-за того, что очень много, ну, всякого антисептического на протяжении многих десятилетий людьми использовалось, и мыло всякие с треклозаном там и так далее. То есть это все привело к тому, что нормальная флора стала очень слабой, да, а патогены, она изначально более устойчивая и злая. Вот, поэтому бактерии, которые могут вызвать, да, какие-то воспаления, они, как правило, нечувствительны к клиндомицину. Это абсолютно бесполезно. И еще больше убивает, как вы правильно заметили, нормальную микрофлору, поэтому могут проявляться какие-то отрицательные последствия. Вообще, антибиотики наружные, да, это очень такая вещь деликатная, и их, конечно, используют, да, но в последнее время крайне редко, или в комбинации с другими препаратами, которые, собственно, не дадут им оказать вреда больше, чем пользы. И только если есть чувствительность микробов к ним. Значит, с чисткой мануальной мы разобрались, да, в общем, есть ли смысл в конце чистки при пробиотике. Я вижу смысл в конце чистки использовать какое-то подкисляющее средство или средство, содержащее, например, злоиновую кислоту, то есть какое-то именно противоспалительное и обладающее неким антисептическим воздействием, потому что мы не можем гарантировать, что пациент не нарушит все наши рекомендации, да, ну или просто не будет там трогаться руками или что-то такое. Главное, чтобы он, конечно, я потом отдельно скажу о том, как себя вести после чистки, да, что вы должны говорить пациентам, но, соответственно, лучше все-таки что-то такое с профилактическим таким или антисептическим бактерицидным, бактериостатическим действием использовать в конце, закрывать, да. Даже некоторые любят закрывать чистку легким, таким совсем-совсем легким пилингом саха, да, но это очень так чревато, потому что если чувствительная кожа надолго, если пилинг оставить, конечно, это не очень хорошо. Вот, но у меня для этого есть, например, стопакне-сыворотка, есть гель-демотен, тот же самый наш старый древний, всем известный, серый, да, которые, в общем, не дадут активизироваться микробам на вот этой вот раздраженной все-таки и такой восприимчивой коже. Вот, про и пребиотики очень хороши. Я очень люблю нашу новую сыворотку пробиоскин с лизатами бактерий, с инулином, с альфаглюканом, то есть со всем, что вот нужно нормальной микрофлоре для хорошего и комфортного существования. Вот, но чистку я им закрывать, скорее всего, не буду. Я, скорее всего, нанесу что-то кисленькое или тот же самый пектиновый гель, например, да, и чистки желательно делать во второй половине дня, чтобы не пришлось еще дополнительно носить средства с СПФ. Вот, можно, если поры не атоничные, не зияющие, да, пациент достаточно молодой, то есть можно использовать еще антисептическую пудру. Я тоже люблю джиджевскую с прополисом. И, собственно, могу немножечко нанести, и могу продать Дарсонваль сделать там по ней и в этой же пудре, да, стряхнуть избыток, да, она просто чуть-чуть матирует кожу, отправить пациента тоже очень хорошо. Но, опять-таки, если атоничные поры, такие зияющие, вот, и они после чистки еще больше, как бы, зияют некоторое время, то с пудрами аккуратнее, потому что пудра засыпается в эти поры, и прямо вот эти точки белые могут быть видны. Я не использую в таком случае пудру. Вопрос, вижу, пектиновый гель, сам же пребиотик. Он в некотором роде, да, является, естественно, пребиотическим компонентом за счет цитрусового пектина, но самое основное его действие, вот именно в отношении такой профилактики у спаления, это то, что он имеет кислый ПАЖ. У него ПАЖ находится в диапазоне от 3,5 до 4. Вот, то есть слабо-кислый диапазон. И поэтому он как раз вот сдерживает вот эту патогенную микрофлору, и которая может там, как говорится, разгуляться, и в ходе за проблемной кожей используется. По поводу Дарсонваль, чуть позже скажу, прямо вот, как бы, в самой процедуре. Дарсонваль можно использовать на заключительном этапе. Значит, смотрите, но мы пока до Дарсонваль не дошли, у нас маски. Значит, мы сделали предварительную подготовку. Да, пектиновый гель можно для заключительного этапа чистки, то есть нанести его как финальное средство. Можно его, можно стопакне с изоленой кислотой, можно демотен. То есть и желательно все-таки какое-то гелевое средство, то есть не кремовое. Хотя, если, допустим, ну так получилось, что нужно сделать в первой половине дня, да, естественно, под масками пациент дольше, ну то есть под успокаивающей дольше находится, чтобы максимально все затянулось, как говорится, и потом мы можем закрыть хоть увлажняющим кремом, либо мультипротектором SPF 50 Oil Free, да. Но, опять-таки, я просто не сторонник того, что после чистки человек еще, как говорится, дома вынужден там двойное, двухэтапное умывание, там смывать эти уфофильтры или тональные средства и так далее. Ни в коем случае, как говорится, лучше, конечно, этого избежать, поэтому лучше все-таки чистки отодвигать на вторую половину дня, чтобы он просто пришел домой, нормально там умылся, протонизировался перед сном и не, как говорится, не наяривал там какими-то разными раздражающему кожу павами на лице. Значит, по поводу масок. Мы используем сейчас в наше время, как говорится, не как при царе горохе, два этапа, да, то есть маска сначала поросуживающая, как правило, на основе коалина, да, вот, а потом мы используем обязательно успокаивающую маску для того как раз, чтобы у нас успели затянуться все повреждения максимально возможно, да, для того, чтобы успокоилась кожа, она не была красной, не были расширены поры, чтобы человек действительно вышел из кабинета после чистки со спокойным лицом, и никто не мог сказать ему, что чистка была, вот как это было раньше. Поэтому всегда сначала тут поросуживающая маска, там минут на 10, допустим, или 15, ну, зависит от экспозиции. Поросуживающие я люблю тоже всякие разные, на самом деле, наносить, и у Джиджи есть хорошие, там Ас Риджин, Тектиолуэ, но они, правда, такие ядреные, жгут достаточно хорошо кожу. Вот, есть у Янсена неплохая порифиант маска, есть, ну, вообще, на самом деле, сейчас у всех подряд есть. То есть, нет, вижу вопрос, чтобы поросуживающий эффект, ну, не нужно, как раз гриньные маски не нужно давать подсыхать, совсем уж, да, потому что тогда у нас пересушивается верхний слой эпидермиса, да, то есть кожа может не очень хорошо среагировать. Поэтому все глиняные маски мы даже иногда дополнительно брызгаем, там, сполюризатор или какую-нибудь влажную смолфетку кладем, чтобы не до конца вот это подсыхало. То есть, просто накладываем ее толстым слоем на лицо, и через время, когда экспозиция заканчивается, мы ее смываем. Вот, есть, конечно, маски, вот та же самая, ихтиоловая, джинджа, да, она может, если более тонким слоем нанести, подсохнуть, и некоторые даже рекомендуют дарсонвалить по ней, там, положить салфеточку. Я тоже иногда так раньше делала, ну, и могу и сейчас так сделать, если нужно. Но это как бы тогда, когда, ну, вот кожа прямо очень жирная, плотная, то есть, когда ты не рискуешь ее пересушить. Вот, значит, что нужно сделать, чтобы качественно удалить глиняную маску. Взять воду, вот такую салфеточку, или спонжами еще очень удобно, ну, одноразовыми вот этими, которые размокают в воде, да, потом вы их выбрасываете. Вот, и либо спонжами, либо вот этим. То есть, просто руками, да, просто там, я не знаю, ее удалить достаточно сложно. Поэтому обязательно должно быть какая-то тряпочка или спонж. Ну, мне больше всего, конечно, нравится спонжами удалять глиняные маски, они хорошо удаляют. Вот, и быстро, просто быстрее, чем салфетки, потому что салфетки, их, ну, больше израсходуешь пока удалишь. Вот, но, собственно, обязательно с чем-то, да, с полотенчиком каким-то. Можно, в принципе, маленькие махровые полотенчики, да, их тоже можно кипятить, потом использовать повторно, в отличие от одноразовых салфеток. Вот, можно тоже ими удалять. Кому как удобно. Значит, после поросуживающей маски мы обязательно тонизируем кожу, да, то есть протираем еще тоником и наносим успокаивающую маску. Вот здесь у меня, конечно, фаворит. Сейчас у меня даже слайд есть с ним. Вот. Это, конечно, комбинация геля для сухой нормальной кожи и, соответственно, лосьоноконцентрата. Нео. Оба серии Нео, оба содержат липосомальный дегидрокверцетин, причем лосьоноконцентрат более концентрированный, в нем 10% дегидрокверцетина и всякие там вазоактивные и другие стимулирующие экстракты. В геле для сухой нормальной кожи совершенно такой же состав, просто чуть меньше дегидрокверцетина и гелевая текстура сама. То есть мы наносим на вот эту кожу очищенную, да, сначала гель, потом вот эту масочку любимую, ну, либо салфеточки какие-то, да, делаем сами маску эту. Потом пропитываем лосьонным концентратом при помощи кисти эту маску. Получается такой влажный компресс, да. Можно в это время патчи на глаза положить с гелем для кожи вокруг глаз, противоотечный, ну, как вариант, да. Если пожилой пациент, и смоцерируем, ну, с такими дряблыми веками, то лучше не класть, конечно, так надолго, на 10-20 минут вот эти пэтчи, потому что века смоцерируется, еще больше опухнет, то есть тогда не нужно на глаза ничего. А если молодой, еще со склонностью к отекам, темным кругам, можно еще и пэтчики положить, но их обязательно, маску мы можем минут 15-20 держать, но пэтчики мы должны аккуратненько достать, значит, 10 минут, больше 10 минут не надо, чтобы они на глазах лежали. Если мы кладем не просто под глаза, а именно на все веко. Соответственно, гель, маска пропитываем, получается влажный компресс, и сверху сухое полотеночко кладем для комфорта, для того, чтобы не испарялась, не охлаждала кожу эта жидкость, она испарялась более медленно под таким вот сухим полотенчиком. И после того, как мы снимаем эту маску, ну, те, кто с нами давно уже знают, эту маску и после антиэйдж-процедуры хорошо используете, после аппаратных каких-то воздействий получается такая фарфоровая личика, да, то есть она все такое равномерного тона, очень успокоенная. Соответственно, после чистки, если мы делаем эту маску в качестве успокаивающей, у нас менее заметны следы наших воздействий, да, если даже мы что-то удаляли. То есть вот эти вот оставшиеся пятнышки красные, где удаленные пустулы были, они успевают затянуться, и не так видны. И где мы, допустим, что-то поддавили, лицо было красное, да, оно, соответственно, возвращается к своей нормальному цвету. Есть махровый салфетка, очень хорошо, ну вот, да, можно махровый. Ну, я говорю, я про махровые полотенчики, Юлия сказала, вот, можно самому просто сделать. Есть, бывают такие совсем маленькие, вот, которые потом можно, собирается какое-то количество, откипятили, да, и можно использовать дальше. Вот, ну, я, честно говоря, предпочитаю в кабинете все одноразово. Так, вот здесь у нас появился какой-то вопрос, в графе вопроса. Не получилось начало, будет запись на Ютубе, не волнуйтесь, все будет там. Вот, значит, продолжим. Дальше у нас уже к концу мы близимся. Вот. Чем завершить процедуру? Ну, мы уже это, в принципе, обсудили, да, еще раз я как бы подчеркну, что что-то противоспалительное или подкисляющее желательно класть после того, как мы уже все сделали, да. И, соответственно, когда мы нанесли финальное средство, когда оно полностью впиталось и лицо сухое, тогда мы можем уже использовать Дарсонваль. Вернусь к вопросу Антонины, да, что дает Дарсонваль. Дарсонваль дает, опять-таки, тоже антисептический эффект. Когда мы обрабатываем контактно все лицо после чистки, да, то мы, естественно, затрагиваем те места, где у нас, как говорится, может быть, какие-то повреждения и так далее. И дополнительно мы там, ну, можно сказать, убиваем микробов, потому что это озон, который вокруг электрода образуется, он обладает бактериостатическим и даже частичным бактерицидным действием. Вот. А вот сами элементы воспалительные, особенно те, которые мы удалили, мы обрабатываем дистантным методом, то есть, когда мы этот электрод, ну, представим, да, что электрод, мы его не до конца подносим к этому, и проскакивает искорка такая между электродом и самим воспалительным элементом. И, соответственно, вот так вот, допустим, ну, по 2-3 раза мы на одном элементе останавливаемся, и вот их постепенно все обрабатываем. Вот. Сразу хочу предостеречь, у меня есть где-то даже в формате влога видео, чем опасен Дарсонваль, да, хочу предостеречь от использования Дарсонвалья часто, дома, с целью антиэйдж и так далее, потому что он очень хорошо активизирует кровообращение, особенно в области волосяных фолликулов. Недаром в нем есть электрод расческа, которую можно, соответственно, обрабатывать кожу головы для профилактики аллопеции. Вот. Но прекрасно также, если переборщить с Дарсонвалем на лице, растут волосы на лице, то есть усики там могут начать появляться и так далее, пушок активизироваться. Поэтому я не рекомендую женщинам использовать Дарсонваль, женщинам, да, часто с целью антиэйдж и так далее. После чистки там раз в две недели в месяц, да, можно использовать, да, локально он используется, да, или даже если мы обработали все лицо с целью антисептического воздействия, это не страшно. Но если вот некоторые там каждый день себе делают процедуру, а то и по несколько раз в день, я слышала такое, это, конечно, не стоит делать. Значит, вот Юля написала, что увлажняющие маски после чистки дают эффект золушки. Вот, сначала лицо увлажненное спокойно, да, потом покраснение усиливается. Ну, вот напишите, это маски или именно средства увлажняющие, то есть кремовые там или что-то. На самом деле, так быть, в принципе, не должно. Вот, это все зависит, конечно, от самого пациента, да, бывают пациенты, например, с, допустим, сразаться, да, они находятся в ремиссии, вроде все хорошо, да, но вот это вот воздействие... Ага, аку-удовольствие. Аку-удовольствие – это немножечко не то. Аку-удовольствие после чистки я не наношу, потому что у него немножко другие цели и другой способ воздействия. Это гелевая маска, она действительно интенсивно увлажняющая, то есть как пэтч, то есть она немножечко все-таки разрыхляет кожу. А мы, наоборот, увлажняющей маской, вот той, которую я описывала сейчас, мы, наоборот, сужаем поры, да, сужаем сосуды, вот, как бы, вот в этом плане, да, идет воздействие. Аку-удовольствие у нее там немножечко другое. У нее глюкоза с ксилитом, комплекс акваксил интенсивно, увлажняющий такой, как бы, вот, прям влагу, концентрирующий в верхних слоях, да. И, собственно, она наносится толстым слоем и лежит на лице, как гидрогелевый пэтч. Плюс там еще всякие вазоактивные компоненты. Вот, но если любые тканевые, как вы пишете, да, также воздействуют, то тогда, в принципе, успокаивающие маски надо экспериментировать. То есть можно без геля дополнительно, да, например, просто сбрызнуть успокаивающим тоником, например, с гидролизатом коллагена и алоэ вера, где-то тут у меня тут, вот таким. Можно сбрызнуть кусочек ткани, да, и положить его, и положить ненадолго. Можно гидролат какой-то использовать для этого, да, и положить уже там не на 15-20 минут, а хотя бы на немножечко прохладный, да, то есть и, может быть, не делать такой вот полноценный компресс, как вариант. Вот. Ну вот сложно сказать. Может быть, если лицо потом начинает реагировать, да, это сосудистая какая-то реакция, раз выглядит воспаленным, да, может быть, слабые сосуды, да, то есть такая склонность к куперозу розации, да, бывает. Может быть, вот на это надо обратиться. А, ну вот, видите, как бы, потому что здесь просто любое воздействие, даже умывание обычное у таких пациентов может вызвать вот вспышку, да, вот этот прилив. А тут еще и дополнительно это предваряет какими-то немножечко агрессивными действиями, да, пусть даже деликатными, но агрессивными. Поэтому, да, здесь надо осторожнее в этом плане, но вот пациентам с розацией очень часто помогают именно такие кратковременные компрессики, да, вот даже некоторые берут наши блефоросалфетки, вот эти вот, они, конечно, не из такой, не из мягкой ткани сделаны, но можно положить там три сальфеточки, да, они стоят там копейки в аптеке. Вот. И с ромашкой календулой, да, и вот, но только там ненадолго, а на, там, допустим, максимум там 5 минут, как навеки вот кладутся они. Может быть, тогда не будет сильно вот такой реакции, можно так попробовать. Либо действительно тоником или тем же самым лосьоном концентратом неопропитать и положить прям вот совсем ненадолго. Вот. То есть надо смотреть, потому что это может действительно явиться триггером, если есть розация, да, или какая-то склонность к такому воздействию, ну, к такой реакции. Значит, после процедуры, что важно, да, уже, мы используем препараты закрывающие, да, которые, в общем, как-то минимизируют этот эффект. И еще, если много воспалений, да, то есть, как бы, то можно как раз назначить антисептики на, допустим, несколько дней после процедуры. Но здесь у меня есть такой пункт. Значит, минимум 12 часов не использовать декоративную косметику. Желательно 2-3 дня избегать тональных средств, да, то есть, как бы, ну, то есть, чтобы, как говорится, кожу не нагружать этим, не забивать поры. Нельзя, вот это надо прям строго проговорить, нельзя в спортзал, бассейн, баню, сауну, солярий и так далее целых 3 дня после чистки. Потому что, ну, сами понимаете, и потеет лицо, да, и какая-то грязь вокруг, да, особенно если это бассейн, да, вот, и, ну, и спортзал тоже. И, в общем, после того, как человек, нарушив ваш запрет, пошел в спортзал после чистки, 100% он вам позвонит, потом через 2-3 дня и скажет, что его обсыпало от вашей чистки. Вот, а на самом деле от того, что он нарушил ваши рекомендации. Вот, то есть, это очень важно. Четвертый пункт, да, важный, это одноразовое полотенце использовать. То есть, как уже кто хочет, хочет одноразовое полотенце, да, вот эти в рулонах, да, кухонные, очень удобно, повесил в ванной рулон, да, и пользуешься. Две салфетки в день уходят на одного человека, члена семьи. Не так уже много. Но если прям вот режим сражающей экономии полотенцевый, или там некоторые не любят, ну, не знают, что там за бумага, да, там, ну, то есть, какие-то вот такие вот моменты. Есть для этого обычные полотенца, махровые те же самые, да, или какие-то вафельные. Берете там недельку себе из этих полотенец, пациент берет, да, в конце недели он их кидает в стиральную машинку и при температуре более 60 градусов и стирает. То есть, 60 ставит или там 90, около какая машинка. Вот, главное, чтобы все микробы там. Передохли. Вот, соответственно, то есть, либо одноразовые полотенца, то есть, как бы, просто выделяете себе полотенчика на день, да, либо, соответственно, берете просто бумажные одноразовые. То есть, вот эти, которые вытягиваются салфетки, ими неудобно, да, действительно. Это тоже салфетки просто, или то, чтобы высморкаться, или там что-нибудь протереть, потому что они сразу от воды разваливаются на лице. То есть, поэтому нужны кухонные рулончики. Значит, 3 дня, я уже говорила, можно применять там, ну, 3-4 дня, зависит от того, как вот обсыпает их, да. Иногда они не сразу позвонят, да, что сходил в бассейн, а его обсыпало. Вот, тогда можно просто превентивно, если много вот воспалений, можно сказать, что вот 3 дня, там, 4 дня, пользуемся 2 раза в сутки или обычным вот этим хлоргексидином, не спиртовым, вот, или актенисептом. То есть, 2 раза протираем в день кожу. Значит, не подвергаться солнышку, да, воздействию в течение минимум 3 дней, ну, соответственно, в водоемах, так же, как в бассейне, тоже не купаться. Вот, потому что ультрафиолет тоже и активизирует деятельность сальных желез, и могут где-то, мы повредили что-то, да, у нас есть микротравма, может там пигментное пятнышко образоваться, то есть, не нужно под солнце подставляться. Вот, в течение недели не проводить никаких агрессивных манипуляций, никаких легких даже пилингов, никакого скрабирования, то есть, никаких спонжей коньяку, как многие любят, или как их там, конжаку, вот, то есть, ничего такого агрессивного. Вот, умываться лучше хотя бы первое время после чистки кипяченой водой или отварами трав можно подкислить из расчета, там, на полстакана отвара, пол чайной ложечки натурального яблочного уксуса, то есть, подкисленными такими отварчиками, ну, то есть, если нет аллергии на травы, естественно, эти ромашку, ну, самый такой распространенный, ну, бывает и на ромашку аллергия, но надо смотреть. Вот, гидролаты можно использовать, да, то есть, умываться ими тоже очень хорошо, да, ну, самый простой, это кипяченая вода или вода из-под обратного осмоса, у многих эти краники на кухне стоят, можно вот умываться той водой. Вот это то, что после процедуры. И домашний уход, последний слайд, вот, домашний уход предполагает собой, естественно, если это проблемная кожа, да, то есть, если это обычная кожа, профилактическая, балочистка, то, естественно, мы используем то, что и до этого использовали, да, если это проблемная кожа, то же нам нужно как-то скорректировать уход, что-то назначить, то идет классическая наша схема для проблемной кожи, то есть, идет щадящее очищение утром и вечером с очищающим гелем, потом обязательно тоник, можно два тоника использовать, утром, например, тоник для жирной проблемной кожи, а вечером тоник с ахакислотами. Плюс в тонике с ахакислотами находится еще себорегулирующий комплекс, там, цинкмид-магний, который хорошо влияет на, вот, выработку кожного сала, там, балансирует. Тоник для жирной проблемной кожи, он не содержит кислот, не содержит, хоть у него такое страшное название, многие пугаются, не содержит спирта, то есть, он не сушит кожу, но он тоже балансирует, но за счет растительных экстрактов, которые там находят, то есть, там, гомомилиз, вот, там, солерапан, ну, то есть, которые именно тоже себорегулирующим воздействием и противоспалительным обладают. Никакие тоники гельтек не содержат поверхностно-активные вещества. Это очень важно, потому что тоник не должен их содержать. То есть, никаких очищающих, каких-то дополнительных очищающих средств он содержать не должен. Только вода и активчики. Значит, ну, и консервирующий компонент какой-то. Сыворотка стоп-акне наносится на очищенную кожу после умывания тонизации на те места, где есть воспаление. Соответственно, если есть парочка прыщей на подбородке, мажем весь подбородок, если там есть три прыща на лбу, мажем весь лоб. То есть, не локально на прыщ наносим, как подсушку, болтушку, а именно вот участок. Если они хаотично, разбросаны по лицу, то мажем все лицо тонким слоем. Может чуть-чуть пощипывать в начале нанесения, но это нормально. Соответственно, потому что там азоиновая кислота, там немножко сальциловой кислоты, то есть она чуть-чуть, ну, буквально там секунд 30 может пощипать. Значит, утром, если индекс инсоляции, то есть в прогнозе погоды, смотрим УФО-индекс, если он выше там четырех, да, трех, то если он там между 2 и 4, достаточно СПФ от 8 до 15. Соответственно, достаточно нашего увлажняющего крема. Он очень легкий, тоже для жирной кожи подходит, там совершенно такая вот, как молочко текстура, поры не забивает. То есть достаточно его, там СПФ 10. Если выше 4 индекс инсоляции, там уже нужно СПФ 30, 50, ну, то есть хорошая защита, поэтому я, что-то у меня здесь не пропечаталось название, я люблю наш мультипротектор, вот, который вышел новый, ну, вышел, ну, в смысле, относительно новый год ему уже практически, вот, мультипротектор СПФ 50 Oil Free, то есть он без, соответственно, без жиров в составе, поэтому тоже для проблемной кожи хорошо подходит. Ну, или какой-то еще аналог подобрать. Да, вот Ирина согласна со мной, я тоже очень люблю, потому что я еще на этапе тестирования, стала использовать, и вот он как раз для, особенно комбинированной жирной кожи, очень хорошо подходит, потому что нет жиров в составе. А при этом фильтр там аж 6 штук. А болтушка, это я имела в виду циндол, например, да, то есть спирт с цинком, с камфором, то есть суспензия такая, да, то есть беленькая, которая прижигает прыщи локально. Ну, то есть самая простая аналога, ну, пример, это аптечный циндол. Вот, либо вот я использую джиджевский биодерм из внесерики, то есть из аутсериалов, их линеечки. Израильский. Значит, после чистки я использую гель фенистил, отлично снимает отеки. Нет, не вредите себе. В принципе, можно использовать фенистил, если его вот это охлаждающее действие вам погодит. Еще можно очень хорошо использовать наш гель интенсив регенерации, который заживляющий гель, который можно и всякие царапины, и ожоги заживлять, ну, вообще постпилинговый он. Вот, и там депантенол, там тоже гелевая форма, там в составе бета-глюкан, который иммуностимулирующий тоже действие оказывает, и можно и деток маленьких мазать, и когда покусали комары, и в общем, очень много всяких показаний. Но вот как раз гель интенсив регенерации можно попробовать. Вот-вот, да. Ну, значит, вы знаете этот препарат. Я его очень люблю. На самом деле, очень много у меня с ним связано хороших результатов. Даже не в области косметологии, а, скажем так, в бытовухе. Вот, как бы даже очень серьезные травмы. Он помогал залечить хороший препарат. И, в общем, особенно вот хорошо в отпуск. Всем бы нам поехали бы теперь в отпуск. Когда солнцем, да, солнечный ожог, повреждается солнцем в коже, да, очень хорошо тоже устанавливает сразу, причем самое главное, что можно маленьким детям наносить. Вот. Значит, смотрите, утром нам нужен СПФ, да, в зависимости от индекса инсоляции. Вечером мы пришли, тоже пациент умылся дома, да, умылся. Если у него какой-то он или плотный СПФ наносил, и тональное средство, значит, учим его двухэтапно умываться. Ну, я в каждом вебинаре, наверное, повторяю. Сначала, допустим, молочком или гидрофильным маслом мы, то есть жиросодержащим каким-то умывающим средством, снимаем плотную жиросодержащую текстуру, да, если она на лице нанесена, да, ну, кто вот пользуется тональными средствами, замазывает прыщи, там, еще что-то. Ну, их не заставишь же этого не делать. Человек тоже разные ситуации могут быть. Естественно, камуфлирует. Вот. И, соответственно, главное, чтобы он вечером правильно это смыл. Берем гидрофильное масло, наносим на сухую кожу, потом с водичкой эмульгируем его, потом смываем, и только потом берем очищающий гель и еще раз умываемся, потом уже наносим тоник. Вот. Соответственно, вечером очень хорошо на этих пациентах с проблемной кожей работают, ну, естественно, сыворотку мы на участке с воспалением нанесли, она впиталась, минут через 10 мы можем наносить уже средства ухаживающие, которые мы на все лицо наносим, и на шею в том числе. То есть это может быть или демотен, например, серый, да, противоспалительный гель, или пектиновый гель, который работает как противоспалительный за счет цитрусового пектина в составе, да, то есть там кислый ПАЖ, я это уже говорила. И вот пробиоскин, у меня опечатка тоже пробки. Вот пробиоскин, вот, который с лизатами бактерий, альфа-глюканом, соответственно, инулином, то есть пребиотиками и пробиотиками. Он тоже очень хорошо идет на такую вот проблемную кожу, на кожу с нарушенным защитным барьером, на кожу с розацией и так далее. Но, смотрите, есть разные люди, у всех разные, да, восприятие средств. То есть у кого-то, кому-то демотен не нравится, хотя многим нравится, что он противоспалительный, легкий гель, увлажняет, все, но есть пациенты, которые вот реагируют на саму серу. То есть она, да, бактерицидная, но почему-то провоцирует какие-то вот тоже чуть ли не, у кого-то могут, наоборот, усилиться высыпания. Но это такой минимум, конечно, там процентов 5 из 100, но любой подбор домашнего ухода, это всегда в некотором смысле лотерея, да, можно предложить несколько вариантов, да, и попробовать, да, то есть человек попробует, уже подберет то, что ему нужно из этого, да, то есть как бы, чтобы он не ошибся, купив себе там, не вею, да, из синей банки и на проблемную кожу ее намазан. Но это как нарицательно, я ничего против не имею, вот, как говорится, но я имею в виду, что неподходящий, какой-то жирный крем, предназначенный для там, сухой кожи, например, он будет использовать. Вот, чтобы он правильное средство пробовал, но кому-то лучше пойдет пробиоскин, кто-то будет в восторге от пектинового, да, кто-то будет сидеть годами на демотене. Вот, тоже такой вот вариант, надо всегда индивидуально как бы подходить, и очень хорошо, если есть возможность, знать, там, попробовать чуть-чуть. Значит, один-два раза в неделю мы делаем профилактическое очищение глубокое, да, то есть маска эндимно-пектиновой, в сочетании, например, с какой-нибудь коалиновой масочкой, поросуживающей, например, естественно, это не должен быть порошок из аптеки, который разводится водой, неизвестно там, какого качества, да, чистки, а это должно быть или какая-то аптечная марка, ну, я не знаю, там, самый распространенный, наверное, вариант, это La Roche-Posay, матирующая маска с каолином, но есть масса других вариантов, или профлинии, да, к сожалению, в Гильтеке пока нет каолиновой маски, поэтому, ну, возможно, скоро появится, да, поэтому, какие-то мы комбинируем с другими аналогами. Вот, и при необходимости, если, допустим, есть показания, да, можно использовать какие-то специфические средства, допустим, или интенсивно увлажняющие при сильно обезвоженной коже, такие как интенсив омоложение или 3D-овлажнение с вот этими маломолекулярными формами гиалуроновой кислоты, или вот регенерацию попользовать несколько дней, если много было, например, пустолокстрагированных, да, то есть много микротравм, повреждений на коже, вот, то есть, вот это вот как раз можно использовать. Кстати, пектиновый гель еще профилактика осуществляет пигментации, то есть немножко осветляет, тон делает ровнее, поэтому вот некоторые пациенты с проблемной кожей, которые еще имеют постакны, пигментированные, ну, или просто пигментацию, не связанную с поствоспалительной, да, пигментацией, вот, отмечают, что через какое-то время тон лица выравнивается, осветляется, то есть за это любят пектиновый гель, а он на самом деле очень-очень бюджетный, да, то есть он не какой-то там дорогущий, какая-нибудь отбеливающая сыворотка, а он один из самых наших дешевых пепаратов, так что вот такой у него есть еще хороший побочный бонус. Вот, собственно, на этом я все, что хотела рассказать, рассказала, вот, и если у вас остались еще какие-то вопросы, задавайте, если нет, я сейчас еще раз, ну, то есть буду тогда заканчивать. Продолжение следует...